Привет всем, с вами гид Павел Перес. Когда москвичи приезжают в Петербург на Сапсани, то они выходят на бывшую Знаменскую площадь, ныне Площадь Восстания. И сегодня я вам расскажу несколько фактов, кому-то известных, кому-то совершенно неизвестных, из истории данного места, хотя вы, конечно же, спросите, а почему я не там? Я, на самом деле, неподалеку, за мной, ну, или вот с этой стороны от меня БКЗ Октябрьский. А вот там находится место, собственно, ради которого я здесь оказался, потому что она имеет непосредственное отношение к теме нашего рассказа. Ну, во-первых, как вы знаете, Питер, он плоский, как тарелка, но у нас есть свой холм, я даже сказал, своя гора. Эта гора и есть Площадь Восстания. Дело в том, что это одна из самых высоких точек города. Это можно увидеть, если встать спиной к стеле и посмотреть вниз на Невский проспект, то вы увидите, как он скатывается. Либо вы можете выйти на станцию метро Площадь Восстания, которая выходит непосредственно на Площадь Восстания, подойти к Невскому проспекту и посмотреть на противоположную сторону. И вы увидите, что дом на Невском проспекте, который находится напротив вас, он сужается к низу. То есть его основание, оно имеет вид вот такой вот, сходящийся. Это показывает, что там действительно возвышенность. И в 1724 году, когда было очередное катастрофическое наводнение, не такое катастрофическое, как три последующих, то Петр Первый, как вы знаете, назначил полицмейстером Дивера. Это был португальский еврей, но Петру Первому было плевать на его происхождение. Он оценивал людей не с точки зрения их национальности и даже вероисповедания, а с точки зрения их приспособленности к выполнению поставленных перед ними задач. Так вот, по приказанию этого Дивера, то есть Петр Первого назначил, а Дивер приказал, все жители должны были брать свои вещи и отправляться вот на эту возвышенность, на эту плату, можно сказать. И территория, которая начинается от площади Восстания и дальше до Невы, называется Пески. Отгадайте, почему? Оно получило такое прозвище, ну, наверное, по характеру местности. Сейчас, конечно, о песках не напоминает ничего, кроме вот этой пылищи, которая стоит у нас столбом сразу после зимы и перед летом. В этом плане я очень сильно завидую москвичам, потому что их собяка все очень круто убирает, ну, или благодаря ему там это все происходит. У нас, к сожалению, так. Это был первый факт из истории данной площади. Факт второй заключается в том, что Лиговский проспект, который вот здесь вот у нас, это старая новгородская дорога, и она пролегает по песчаной гряде старого Литаринового моря. То есть здесь когда-то еще до динозавров было море-море-море, и от него осталось только Ладожское озеро и маленькая-маленькая такая ниточка к финскому доливу под названием Нева. Факт третий, Лиговский проспект никакой не проспект, он изначально Лиговский канал. Дело в том, что его прорыли для питания, фонтанов летнего сада. Изначально, конечно же, Петр Первый хотел, чтобы фонтаны летнего сада питались за счет неких механических сил. Он даже заказал себе паровую машину в Англии. Она не пригодилась. Пытались с помощью лошадей создавать тягу, ну, потому что Петр насмотрелся на фонтаны в Версале и ему приспичило. Но ничего не помогало. Дальше пошел закон сохранения, чуть не сказал энергии, сообщающихся сосудов, да, то есть вы знаете, что если в один сосуд, если они сообщаются, если в один сосуд налить воды, то на каком расстоянии следующий сосуд не находился, уровень у них будет одинаковый. В этой связи нашли на возвышенности в 20 аж километрах отсюда. Источники прорыли оттуда канал, и вот эта вода текла по Лиговскому каналу, который сохранялся довольно долгое время, и скапливалась вот там, позади меня. Там были бассейны, именно поэтому мы здесь сегодня с вами стоим. И по имени этих бассейнов улица, ныне называемая Некрасова, называлась бассейной. И именно по ней шел человек рассеянный. Некрасова улица стала называться, потому что на углу, собственно, бассейной улицы Литейного проспекта находится дом Краевского, ну так он называется у нас в Краеведине, Краеведине, Краевский. Там аж четыре мемориальных доски на его фасаде. И одна из них, кстати, посвящена вокалисту, певцу, придворному певцу Николаю Фигнеру, родному брату Веры Фигнер. В то время как сестра тарабанила срок в Шлиссельбурге, брат ее блистал на императорских подмостках. Так вот, там Некрасов, собственно, долгое время жил, там сейчас находится его мемориальная квартира, музей-квартира, и, собственно, в честь него бассейная улица была названа Некрасова. А почему она называлась бассейной, вы теперь знаете. Но канал, как вы понимаете, приказал долго жить, его забрали в трубу, потому что, конечно же, со временем он превратился в самую настоящую Клоаку, об этом писал еще прокурор, юрист, известнейший Кони в своих воспоминаниях, потому что, ну, канализации у нас долгое время не было, поэтому народ, жители города Петербурга, они скидывали в воду, ну, не будем говорить, что. Некоторые отходы, которые в приличном обществе не принято называть словом, которым они называются, но поскольку мы с вами в обществе неприличном, то просто я скажу, что они туда сливали свое дерьмо. Следующий факт заключается в том, что на месте гостиницы Октябрьская, которая располагается прямо напротив вокзала раньше, находился Слоновий двор. Как вы знаете, слонов нам дарили пачками, вот один раз подарили аж 14 штук, с этим была связана большая проблема, потому что их надо было доставить, они шли, они тяжелые, а мосты, например, были не предназначены для их передвижения, поэтому их приходилось укреплять, крестьяне падали, ниц перед ними, потому что думали, что это боги какие-то, потом точно так же крестьяне делали перед паровозами, потому что им русская православная церковь сказала, что это исчадие ада, ну, естественно, искры, шум, дым, это же понятное дело, из самого пекла, и это имеет тоже отношение к нашему рассказу, потому что, понимаете, вокзал. Так вот, Слоновий двор был там организован, и интересно описание данной местности. Высокая песчаная территория, которая поросла сосновым лесом. Вот можете себе представить, что здесь когда-то был сосновый лес, то есть бор. На месте станции метро Площадь Восстания раньше располагалась церковь, знамение, которая была построена по проекту Федора Демерцова. Это такая устойчивая традиция, которая была и в Петербурге, и тогда в Ленинграде, и в Москве, что если вам надо устроить станцию метро, то нет лучшего места, чем церковь. Хотя вот, как бы, могли построить и концертный зал на месте греческой церкви, известное сихотворение Троцкого. Что у меня сегодня с головой? Броцкого, да? Иосифа Броцкого, оно как раз содержит потрясающие строчки. Так мало стало греков в Петербурге, что мы сломали греческую церковь. Вот она здесь была. Здесь была греческая слобода. Соответственно, проспект, который находится за Бакоза Октябрьской, до сих пор называется греческим. Поэтому, в общем, не только метро строили на месте церкви. В общем, стояла эта церковь, и, собственно, по ее названию площадь была названа Знаменской. Буквально пара слов об истории железной дороги. Я, на самом деле, сделаю об этом отдельный выпуск. Причем, я надеюсь, из города Москвы, потому что там у нас есть вокзал Брат нашего вокзала. Назывались они, кстати, когда-то Николаевскими. Понятное дело, что в советское время их переименовали. Так вот, когда проложили вот эту дорогу, Петербург-Москва, и пустили поезда, у них не было ресор. И поэтому, ну, всем рекомендовали брать с собой, например, стоги сена. Не стоги, конечно, тюки с сеном, это для людей, которые ездили в третьем классе. Но, например, вы едете зимой, дико холодно, поэтому вам, ну, в первом классе вам подкладывают такие специальные металлические ящики, куда на станциях, там, на станциях меняли кирпичи, их нагревали специальным образом и подкладывали под ноги, выгрелись. Но это все равно, как бы, вас полностью не согреет. Тогда решили сделать там из особой печи, построили, поставили в каждом вагоне. Ни одна не доехала в первый же рейс, потому что они все развалились. Почему? Я вам сказал сам, ночами. Вначале рессор не было, поэтому вот в этой тряске приехала груда кирпичей и кафельные плитки. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться. В общем, первые путешествия на поезде из Питера в Москву были, конечно, очень романтичными и комфортными, но это все равно было лучше, чем тащиться несколько дней на лошадях. Если вы выйдете из вокзала и посмотрите напротив, там сейчас гостиница «Октябрьская». С ней связано, кстати, очень много историй из террористической и революционной деятельности. Там и взрывы были, там были рядом и динамитные мастерские, но об этом я расскажу отдельно. Так вот, ну подумайте, сколько она может стоить сейчас. Это гостиница. А когда-то, когда-то, в 1847 году, эту территорию отдали бесплатно, причем с арендой на несколько лет бесплатной. Николай I подписал указ, он знал, что там будет вокзал, а напротив вокзала должна быть гостиница. Вот отдали некому товариществу Пономареву с товарищами, некому купцу, только построить друг гостиницу. И что вы делаете? Он ее не построил, он должен был ее сдать в 1849 году, он ее не сдал. Ну, тогда, соответственно, это дело передали графу Остенбок Фермору, он там замутил эту гостиницу. А потом уже ближе к 20 веку министр двора, барон Фредерикс, завладел этими зданиями. И вот он, алчущий бабла, что сделал? Он, там были довольно высокие потолки, он каждый этаж поделил пополам. И получалось так, что вы заходите, у вас довольно низкие потолки, и очень интересно было на окна смотреть. Потому что у кого-то они в ногах, а у кого-то они вверху. Перепланировка этой гостиницы произошла уже в советское время, как вы понимаете. Наконец, памятник, ну, про который, на самом деле, многие знают. Памятник Александру Третьему по проекту Паула Требецкого. Для него это, на самом деле, был первый такой достаточно глобальный проект. Долго там шли терки по поводу того, каким он должен был быть. Кто в каком виде он предстал изначально, мало кому понравилось. Но понравилась вдовствующей импоратрице Марии Федоровне. Она сказала, что да, это он, это мой, собственно, покойный супруг. Там такой мощный мужчина на бютюге сидит. Он позировал для этого памятника, в роли царя выступал отставной унтер-офицер. Он работал швейцаром в Государственной Думе. Звали его, не помню, как звали, фамилия его была Пустов. Вот он позировал для этого. И когда памятник открыли, то, конечно, в обществе был скандал. Потому что некоторые решили, что это самая настоящая сатира на отца тогдашнего императора. Там еще была такая надпись на постаменте. Николай II распорядился ее написать, что отцу, от любящего сына, ну, что-то в этом духе. Естественно, сразу же родилась байка, вам всем известная, да, на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормоте, на обормоте шапка, отгадай, чем папка. Но надо сказать, что при открытии этого памятника присутствовал, например, Илья Ефимович Репин. Он тоже кричал, что да, да, вот правильно, так его и надо было изобразить, этого толстозадого солдафона. Но надо ли говорить, что Илья Ефимович Репин, когда ему платили баблишко, то с удовольствием писал портреты и императорской семьи. Есть картина в Третьяковской галерее, Александр III со своей семьей в Петровском парке принимает властных старшин. И даже портрет министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеви, убитого боевой организацией партии социалистов и революционеров. И портрет самого Николая II, собственно, когда он писал картину заседания Государственного совета, единственный человек, которому он позировал, это был Николай II. И то только потому, что он до этого его уже писал. Все остальные приезжали, как зайники сидели. Ну вот, так сказать, не стреляйте в артистов, таксистов и бледей, они работают при любых режимах. Хотя Репин величайший художник, без базара, ну просто как бы, чтобы не было никаких иллюзий. Уже после революции на памятнике была сделана надпись, это авторство Демьяна Бедного. Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, удел посмертного бесславия, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ермо самодержавие. Более того, этот памятник приобрел довольно интересный вид, лошадь залепили. Сейчас он находится во дворе мраморного музея, бывшем музее Октябрьской революции. Был проект его перенести обратно на площадь, а вот эту стамеску стелу, которая была взведена в 1985 году к 40-летию, со дня победы, отправить на площадь мужества. И, честно говоря, я считаю, что это было бы на самом деле логично. И на площади мужества эта стела смотрелась бы уместно, и памятник бы здесь смотрелся прекрасно, но проект был не осуществлен. А что касается этой стелы, то здесь тоже поражает на самом деле гений советской инженерной мысли, потому что я вам просто зачитаю несколько фактов. Коллектив Выборгского судостроительного завода изготовил уникальные чехлы и металлическую капсулу, в которую упаковали гранитную стелу длиной более 22 метров, защитив грани деревянными и резиновыми прокладками. Значит, специально были сделаны 16-осные платформы, которые тащили эту стелу к месту установки. И вот представьте, насколько они должны были быть такими деликатными, потому что прогиб от одного конца до второго не должен был превышать 2 миллиметров. То есть вот она должна была вот так вот ехать, но приехала, ее поставили, с тех пор она там, собственно, и находится. И ее-то Вы и можете видеть, когда приезжаете на эту площадь, ну, в общем-то, даже не только из города Москвы, хотя в основном, конечно, москвичи к нам и гости Москвы приезжают к нам в город. Поэтому наслаждайтесь нашими красотами, оставляйте комментарии под этим выпуском, задавайте ваши вопросы, следите за анонсами моих мероприятий, экскурсий, лекций. Кому интересно, приходите. Там, в общем-то, тоже есть о чем послушать и есть на что посмотреть. С вами был гид Павел Перес. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok